МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами очередной выпуск программы Бизнес-среда. Электротехника Чувашии. Чем гордится республика? Малый бизнес Аликовского района, что изменилось с открытием районного бизнес-инкубатора. Молодым везде у нас дорога. Гранты молодым предпринимателям стимулируют развитие новых направлений в бизнесе. Чебоксары по праву называют электротехнической столицей Поволжья. Предприятия малого и среднего бизнеса вносят весовый вклад в развитие отрасли и наряду с крупными организациями составляют основу всей промышленности Чувашской республики. Гордость электротехнической отрасли республики составляют такие предприятия, как закрытое акционерное общество «Промэнерго». Сегодня специалисты предприятия осуществляют весь комплекс работ, проектировку, изготовление, монтаж и пусконаладочные работы. Руководство предприятия делает ставку на современное зарубежное оборудование в производстве. Основа успеха – высокая квалификация специалистов общества «Промэнерго», которые ценятся здесь на весь золото. Заработная плата – одна из наиболее конкурентоспособных в отрасли, а стимулирующие программы для сотрудников исключают текучесть кадров. Предприятие организовано 15 лет назад. Это у нас в январе, 28 января, как раз исполнилось 15 лет. За это время мы выросли в предприятии, которые знают хорошо в России. Конкуренции мы, особо сказать, не боимся. Без работы не сидим. У нас всегда есть большой объем работ. Разработки предприятия эксплуатируются по всей России. В Казани, Самаре, Пешкарале, на Магадане, в Петропавловске-Канчатском, на Печоре, в странах СНГ, Казахстане и Туркмении, и в дальнем зарубежье – в Йемене. По результатам независимой рейтинговой оценки, общество «Промэнерго» занимает 8-е место из 4 тысяч российских предприятий электротехнической отрасли по эффективности. Так что «Промэнерго» есть, что демонстрировать на предстоящей выставке «Релавэкспо-2013». Наверняка мы там будем участвовать, я даже знаю почему. Туда еще и «Роснефть» приедет, а мы с ними хотим дружить. Вот участие на этой выставке мы хотим просто увеличить количество своих заказчиков, чтобы нас лучше знали и, так сказать, поддержать свою республику. Напомним, что в Чебоксарах с 23 по 26 апреля состоится выставка предприятий электротехнической отрасли «Релавэкспо-2013». Подробнее о выставке можно ознакомиться на сайте. Сегодня наша программа находится в Аликовском районе. Как чувствует себя предприниматель района? Какое влияние оказал на малый бизнес недавно открывшийся Аликовский бизнес-инкубатор? Об этом в нашей сегодняшней программе. Аликовский район не самый большой по числу предпринимателей в республике. Чуть более 500 ИП, 61 малое предприятие и почти тысячи человек, работающих в сфере малого бизнеса. Потенциал для развития предпринимательства у района солидный. Дополнительный толчок дал недавно открытый в Аликово бизнес-инкубатор. Сегодня в бизнес-инкубаторе размещены 17 резидентов, которые замещают 22 офисных помещения. Создано дополнительно ими 34 рабочих места. В бизнес-инкубаторе представлены услуги, замещаемые индивидуальными предпринимателями, в сфере юридических услуг, в сфере энергосбережения, создание интернет-сайтов, производство сельскохозяйственной продукции, как в сфере растеневодства, так и животноводства, ремонт компьютерной офисной техники. Работа пошла вперед. И надеюсь, в скором будущем уже этот бизнес-инкубатор заполнится на 100%. Мы уже хорошо идем вперед и движемся. Отношения с предпринимателями, субъектами малого и среднего бизнеса у нас хорошие. И друг друга мы понимаем. Предприниматели, размещенные на площадях районного бизнес-инкубатора, сегодня вносят огромный вклад в развитие аликовской экономики, создают дополнительные рабочие места, оживляют сферу услуг, продвигают на селе современные технологии, совершенствуют сельское хозяйство. Мы уже занимаемся почти год, чуть меньше года. Но уже даже на этом этапе я понимаю, что это очень перспективное дело. Хотя люди приходят и, по большому счету, им приходится объяснять. То есть они приходят, иногда заходят просто ради интереса. Что здесь такое? Что вы предлагаете? В наше время интернет и присутствие в нем очень полезно и очень важно. Не только для развлекательных целей, но и для бизнеса, для того, чтобы зарабатывать. Для эффективного сотрудничества уже первым делом смотрят, есть ли у компаний сайт, что они предлагают, уже не так на словах, а именно в интернете, через интернет. Это имеет очень большое значение. Идея, значит, у нас по созданию этого предприятия появилась в прошлый год. Решили, значит, заняться теплоснабжением, водоснабжением села Аликово. Значит, при участии в конкурсе мы выиграли тендер и начали заниматься с этим производством. Помещение очень, значит, красивое, приятное, чистота. Так как мы работаем сегодня с населением, население тоже очень удивительно. С такой чистоте и порядке мы принимаем и красиво провожаем. Все вопросы мы с ним решаем. В перспективе идет, значит, хотим, значит, налаживание систем повоза мусора Аликовского района. Это крестьянско-фермерское хозяйство Александра Петрова, созданное им в прошлом году. Начали с 27 голов крупного рогатого скота. Затем получили около миллиона государственных рублей на развитие и увеличили поголовье втрое. Дела пошли в гору, тем более, что на решение организационных и бытовых вопросов Александр не отвлекается с тех пор, как обосновался в бизнес-инкубаторе. Ну, здесь, во-первых, арендоплата умерена, здесь льготные условия, да, три года. Оборудование, это здесь уже включено в стоимость аренды. Есть и телефон, интернет, вся мебель, вся мебель. Ну, отлично. В конце марта в Аликовском бизнес-инкубаторе ожидается пополнение. Еще 11 пустующих ныне офисов примут новых предпринимателей. Молодым везде у нас дорога. Этот девиз из советского прошлого актуален и сегодня. Помочь молодым предпринимателям в их начинаниях – общая задача. Современная молодежь стремится быть независимой и воплощает свои творческие идеи и инновационные проекты в бизнесе. Инициативные молодые предприниматели могут получить безвозмездный грант от государства в размере 300 тысяч рублей на развитие своего бизнеса. Нужно всего-то соблюсти несколько условий. Минэкономразвитие Чувашия объявила конкурс среди молодых предпринимателей на получение грантов для создания собственного бизнеса. Заявки принимаются от граждан до 30 лет включительно, чей стаж от предпринимательской деятельности не более одного года. Документы принимает многофункциональный центр с 1 по 30 марта. Основным условием является софинансирование проекта в размере 10% от субъекта малого предпринимательства. В приоритете при рассмотрении заявок будут те субъекты малого предпринимательства, которые проходили образовательные курсы в рамках федеральной программы «Ты – предприниматель» в 2012 году. Подробнее о конкурсе можно узнать по телефону, который вы видите на экране. А теперь ставшая традиционная рубрика «История успеха». Сегодня в ней рассказ о том, как грантовая форма поддержки помогла молодому предпринимателю освоить новое направление в бизнесе. Предпринимателю Георгию Савичеву пришла идея организовать свой бизнес по художественному тонированию стекол в кризисном 2008 году. В то время он стоял на бирже труда как безработный. И узнал, что есть программа субсидирования при начале предпринимательской деятельности. Я написал бизнес-план и мне выделили эту сумму, и я уже как раз смог купить оборудование. Я узнал, как это работает, нашел поставщика, узнал всю технологию, купил оборудование и уже начал работать здесь. Я еще получил грант на развитие бизнеса. Это довольно-таки серьезная помощь. Без которой у меня было бы, возможно, даже не потянуть это направление. Сегодня услуги предпринимателя востребованы. Тонировка стекол становится актуальной в весенний-летний сезон. Художественное тонирование стекол в предметах интерьера востребовано не меньше. В последнее время предприниматель активно реализует инновационное направление деятельности. Грант позволил мне начать новое направление. Новое для Чуваши – это вот обратная проекция. Это, считаю, очень эффективная технология в рекламном бизнесе. Экран может быть любой формы, это будет еще эффектнее. Люди будут замечать, во-первых, необычность формы, а во-вторых, видеоизображение на этой необычной форме. Тем самым мы привлекаем внимание к той продукции, которую мы выводим на эту пленку. В перспективе Георгий Савичев планирует расширять свой бизнес. И его не пугают возросшие страховые отчисления в пенсионный фонд, а наоборот, стимулирует к развитию. А на сегодня все. Увидимся в эфире национального телевидения Чуваши 27 марта. А напоследок полезная информация для предпринимателей. КОНЕЦ КОНЕЦ